Всем привет, вы на канале Интересные Путешествия, а канал Интересные Путешествия сегодня находится в городе Зеленоград. Давненько мы тут не были, и я знаю, что здесь есть несколько новинок, которые мы вам просто обязаны показать. Первым делом хочется отметить то, что парк намного лучше стал, облагородили, сделали тропинки, и грибы теперь растут. В Зеленоградске классно летом, просто офигенно. Если вы на пляже уже зажарились, можете прийти в парк, здесь много деревьев, и в прохладе, где-нибудь посидеть на скамеечке, можно пикник тут устроить. Здорово, здесь нет ветра, потому что, скорее всего, на море сейчас легкий морской бриз, как дорогой парфюм. А здесь, наоборот, тепло, классно, можно и здесь лично загорать, если, например, на море холодно, это не проблема абсолютно. В Зеленоградске еще есть вот такой вот ресторан, ну, трактир-мельница называется. Если честно, я никогда не видел, работает ли он или нет, но выглядит... Вернее, никогда не видел, что он работает. Да, 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 но выглядит офигенно, просто круто. Типочек можно покормить. Вот дорожку сделали, тут этого тоже не было. Вот он закрыт, крышки наверняка стоят, там как-то свеженькие. Тополин и пух жара... Ну, и сейчас июнь. Вон, люди тут гуляют. Я возьму интервью пойду. У них возьму. Пойду интервью возьму. Привет! Ой, ой. Как вам город Зеленоградск, скажите? Нравится? А вы не собираетесь переезжать отсюда? Кажется, нет. Привет! волейбольные площадки и большая вот парковка есть вон она там здесь всегда волейбол играет и зимой и летом абсолютно всегда так что такое сковородка сковородка вот видите в общем сковородка это то место где нет ветра вот так лежите нас в игру потому что сразу через бугор моря а вы лежите и ветер не дует уже давно для детей в зеленоградске есть такая деревянная площадка красивая отовсюду котики виднеются потому что котики это символ города а мы сейчас уже выйдем прямо к пляжу наконец-то вот она велодорожка слушай как здорово я хочу кататься скорее здесь вот оно прекрасное наше балтийское море водичка такая красивая сейчас просто здесь тучка нависла или у меня в очках такая да нет действительно красивая водичка вот шторма нет и пляж есть можно вполне загорать сильного ветра не такая комфортная комфортная температура прям вот не жара естественно не холодно аккаунт是不是 вот и все и как что-то а вот как выглядит велодорожка на поминаде и вот тут видно да то что его так убрали здесь раньше вообще-то кафе было в форме кораблика здесь вот можно отель апартаменты снимать прям с видом на море что-то угол трех тысяч будет стоить за сутки скульптуру русалки недавно установили здесь да у нас хотят колесо обозрения сделать пока что не вижу где и так но говорят к осени что ли или в ноябре она уже будет в общем на следующий сезон скорее всего нас будет здесь колесо обозрения а так вот все для детей я посмотрю там еще на ветру так кабинки качаться будут экстремальные чем все-таки чем выигрывает зеленоград по сравнению с сетлогорском здесь есть пляжи все таки вот они да прям в городе вы спускаетесь вот есть пляж в сетлогорске к сожалению этого нету люди вот даже он кстати даже и не маленький обыкновенный нормальный пляж да и переодевалки есть переодевалки мне что надо переодеваться зачем а кстати обратите внимание как она сегодня вода она вроде зеленая но нет да через очки намного лучше он такого изумрудного цвета вообще необычная ну да у нас редко так когда такой цвет воды очень круто смотрится в каждом видео про зеленоград говорили про этот пансионат он выглядел просто ужасно апокалипсически да смотрите как он здорово теперь выглядит совсем другое дело ну можно же бы уже давно 20 лет назад то можно было сделать но практически да я понимаю затягивают сроки с этим а это вроде как отель насколько я помню будет но внизу магазинчики естественно сверху будет отель выглядит неплохо по сравнению с тем что было здесь был просто недострой сейчас такой классный отель правда вот в таком состоянии он уже год находится надеюсь к следующему сезону он откроется вот а дальше мое мнение ну вот что-то здесь не то вот эти вот заборы вот здесь вот как-то выглядит это максимально некрасиво особенно вот этот недострой уже давно давно надо что-то с этим сделать а еще на зеленоградский есть бювет бювет это такая водичка которая вас лечит но привкус у нее очень специфический попробуем работает нет в общем водичка для здоровья все работает вот и бювет у нас тоже работает что такое бювет ну да в общем она напоминает воду просто морскую воду такую знаете очень специфическая да но говорят прям супер лечебная вот этот вот скверик еще мне очень нравится такой он уютный и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Я, наверное, забыл вам сказать, что сейчас температура воды примерно максимум 15 градусов, а то и меньше. Но это вот детишек вообще никак не останавливает искупаться. Ну, взрослые тоже заходят. Мы же все на новый пляж идем. Я забыл вам рассказать то, что вон, видите, это основной пляж. И он плавно перетекает в старый, наверное, или как, я не знаю, другую. Ой, променад, променад. Снова перешли в старый. И вам надо в самый конец старого променада идти. Это все пляж. То есть получается сейчас, на данный момент, весь Зеленоградск имеет пляжную территорию, в отличие от Светлогорска. Вот плюсы-минусы. Светлогорска, конечно, как бы сам город интереснее, но с пляжами там действительно беда. Для спортсменов тут вот тоже, видите, благоустроено. Ну-ка, давай-ка, я тоже, я же спортсмен. У-ка, держи. У-ка, держи. Игролюбитель в рубашках подтягиваться, отжиматься. Я спортсмен. Ну да, ура! Получается, весь уже променад заканчивается. Надо все равно идти прямо уже, получается, через вот эти новостройки. Мы, в общем, идем, сейчас посмотрим, что дальше будет, потому что мы сами ни разу не были на этом пляже. Ладно, дома классно сделали, но какой вход. Представляете, это ваш подъезд будет, если вы здесь квартиру купите. Это какой-то совсем другой уровень. И велодорожка, вон она дальше прямо идет еще. Дальше, дальше. Проходим дальше, и, о чудо, мы опять на променаде. Его очень сильно спрятали, и вот получается новый пляжик. Небольшой оборудованный, и оборудованный, и бесплатный. Но, вот пока я вам его не покажу, мне кажется, вы бы о нем-то и знали бы. Собственно, как и я, только вот где-то в инстаграме нашел у кого-то то, что есть у нас такой классный пляж. Я не помню, как это место называется, но у нас, по-моему, в прошлом году, в августе, открылось, если я не ошибаюсь. И тоже особой рекламы не было, ну вот, как бы. Ну, вот этот пляж, который мы хотели вам показать. Одноместный шезлонг 200 рублей в день, двухместная корзина 500 рублей в день, двухместный шатер 800 рублей в день. Я недавно смотрел, недавно смотрел по поводу цен в Сочи на шезлонги. Солторы тысячи рублей в Сочи, а у нас 200 рублей. Вот вам и разница, да. О, питьевой фонтанчик, можно сполоснуться, переодеться, ну, туалет у нас, как обычно. Ищем голубой флаг. С туалетом какие-то проблемы. Не, может он повыше был, я его... А, был, был повыше, я его просто вам не показал, да, я вспомнил. В общем, вот, осталось облачка убрать, и все, вот такой вот у нас классный пляж взяли. Жлян, ну расскажи, поделись впечатлением, как тебе новый пляж? Прекрасно. Нет, я просто точно знаю, что есть любители прям шезлонгов. Почему мы не на шезлонге? Потому что шезлонг должен быть обязательно с матрасом, иначе вся суть шезлонга вообще пропадает. Потому что ты все равно кладешь в свое полотенце, тебе жестко. На песке прекрасно лежать, вообще тебе мягенько и мне мягенько. И вообще просто замечательно. Ты прям вот близенько к морю можешь лечь. А на шезлонге надо, вот, попивая коктейльчик какой-нибудь красивый, из ананаса, пинаколаду какой-нибудь себе, да? Там, из коколоса целого, да, или коколоса, звать. А так, в целом, как бы, ну здорово, это действительно уже какой-то уровень повыше. Очень хорошо, что оборудуют пляжи, и я думаю, что этот пляж может претендовать на голубой флаг. Это у нас первый пляж с бассейном получается. У нас нету нигде... А, есть только на Курской косе, но он приотельный. А здесь ты также за деньги отдельно можешь просто поплавать в бассейне. Там вроде и шезлонги есть, можешь... То есть кому как нравится. Некоторым, ну, не нравится, например, на море купаться, нравится в бассейне. То есть, короче, у нас Турция. Маленький. Маленький? Ну как, нормально. Я бы смотрела, что вообще маленький. Но обыкновенный, как при отеле. Как бы у нас дома был бы, если бы у нас был дом. А так, в целом. И самое главное, что шезлонги по очень доступным ценам, я считаю. У Джигана даже больше бассейн. У Джигана больше бассейн? Ну вот, у Джигана больше бассейн, чем в Зеленоградске. Получается, вон основной зелик там. Ну, идти сюда пешком, ну, не знаю, может, минут 10, наверное. Хотя, если вы чисто сюда приедете, можно рядышком поставить машину, и вот все, вы сразу же выходите на пляж. В целом, ставлю пляжу пятерку. Мне все нравится, классно. По такому променаду в удовольствие прогуляться до этого замечательного пляжа. Ну да, все верно. Вообще, в Зеленоград просто вот лайк, лайк, лайк. Это мы еще в город не ходили. Субтитры сделал DimaTorzok Остается актуальный вопрос. Что же здесь будет на выходные дни, когда будет самый разгар, когда будет жара? Я не знаю, но мне даже интересно приехать и посмотреть сюда. Но радует одно то, что мало кто о нем знает. Надеюсь, после этого... Надеюсь, это видео мало кто посмотрит, и тоже никто не будет о нем знать. Потому что пляж действительно классный, а все прутся туда, в начало променада того нового. И там такое столботворение, ну там пакильки вот так лежат. Посмотрим, что здесь будет. Значит, вот здесь есть фонтанчик питьевой. Как мне у вас не отпить? Ну, в ладошки набираешь и пьешь с ладоней. Представь, что это родник. Короче, я чуть не утонула. Только что встретили подписчицу, он там и найдет. Говорит, благодаря нам приехала в Зеленоградск из Москвы, да? Да. Но она, говорит, перед этим еще жила и в Чехии, и в Германии. И, говорит, Зеленоградск сейчас, на данный момент... Не уступает. Да, не уступает ни Чехии, ни Германии. И вот живет и, говорит, радуется. Никуда, говорит, не собираюсь переезжать. Ах, какие уютные узкие улочки в Зеленоградске. Вот эта улица прямо от вокзала ведет на променад. Пройти буквально 5 минуточек, и вы уже на море. Хотел сказать по поводу цен. Взяли вот напротив вокзала, просто в шаурме. Причем шаурма реально огромная. Как три мысли, наверное, руки. 150 рублей с курицей шаурма. Дальше я посмотрел шашлук 300 рублей 200 грамм. Салатик какой-то там около 150 рублей. Кофе где-то 100 рублей. Ну, в общем, вот такие вот цены у нас в Зеленоградске. Некоторые просто говорят, шашлык у нас 500 рублей. Я негданно кто-то на стрим писал на 100 грамм. Ну все, морскую часть Зеленоградска посмотрели. Теперь идем в городскую часть, посмотрим. Там архитектура нас ждет. Ну что, готово. А сейчас будет прогулочная улочка в Зелике. Шикарно, мне оно очень нравится. Так красиво сделали, это просто офигеть можно. Раньше тут вообще особо ничего не было. Просто было проезжая улица. Потом ее постепенно закрыли. И начали вот реставрировать домики. И в итоге получилась такая вот красотища, я считаю. Как я уже говорила, один из символов, самый главный символ, наверное, даже Зеленоградска, это котики. И не зря. Смотрите, какой он кайфушек. И вот только что девушка подошла, погладила. Он такой, видите, они тут не боятся, их тут кормят. Есть кот-ашеф здесь. Зеленоградск прям наполнен вот этими рисунками на зданиях. И это очень хороший ход такой. И вот он, дом котиков. Смотрите, сколько их тут много. Видите, как у него какой-то кофе. Котят на руки не брать, написано. Вот они, какие красавчики тут. Это у нас Курхаус Гранц. Это не новостро, это здание реставрировали много раз. Тут пожар еще был сильнейший. Очень давно, лет сто назад. Красивое, красивое здание. Что? Мяу? Красавчик. Новыми рисунками пестрят здание. Музей философии. Посмотрите, как красиво. Но это намного лучше, да, чем голые стены. Вот так вот нас не интересуется. В общем, не зря, конечно, курортный проспект вот так вот сделали, облагородили. Я помню, там, раньше, лет даже 10 назад, тут вообще все было даже меньше. Вообще все по-другому было, конечно. И вот еще один шикарнейший вообще рисунок. Музей философии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот здесь еще одно граффити есть Примерно в этом же стиле Круто Здорово, да? Совсем другой углик у зелька теперь Здесь прямо, вот так если прямо идти Мы уже на розу ветров пройдем Да, и здесь еще очень колоритная кафешка есть Тортуга называется Там у них, я смотрю, внутри вообще корабль стоит Маленький Мини кораблик, вон мачта торчит А здесь у них мельница Рабочая мельница Причем Смотрите, крутится, вертится Вот Да, скверик небольшой такой Есть еще одна Вот эта вот улочка, она очень необыкновенная в зельке Хотя, не знаю Вроде идешь вот так Наверное, на видео кажется, что она обыкновенная Но когда идешь по ней Совершенно другие чувства Она очень тихая Она очень зеленая Ну, просто это нормально зеленая Мне кажется, специально даже не стригут Типа, так и должно быть Но машина здесь все-таки есть Кот вон сидит, смотрите Давай ты погладишь Ну, они тут все добряки Ой Какой чистенький, какой веленький Кайфуша Это, конечно, мы, кстати, вам не весь зеленоград показали Но, я думаю, немалую его часть Есть еще новые застройки у нас Тоже крутые, которые нам нравятся В тех даже застройках, про которые я говорю Там во дворах фонтаны даже сделаны Зеленоградцы не просто лепят человейники А делают все как-то в стиль Чтобы круто выглядело Чтобы человек захотел купить Вот, честно, я увидел те квартиры на новом пляже И мне захотелось там квартиру купить Ну и, конечно, мы забыли вот еще одно местечко показать Такое неприметное, маленькое, низкое В общем-то башня сейчас Это отель, ресторан, мурариум, музей кошек И, не знаю, там два даже, по-моему, музея в этой башне Ну вот в основном башня это музей кошек, мурариум А на самом верхнем этаже, насколько я знаю, там один номер есть Типа как для молодоженов, знаете Такой номер эксклюзив Давайте подводить итоги Я считаю, что к этому сезону Зеленоград подготовился как никогда А ты как думаешь? Я тоже так думаю Я уже боюсь представить, что будет к следующему сезону здесь Потому что каждый раз город совершенствуется Без стыда и угрызения совести могу сказать, что смело приезжайте в Зеленоград У вас будет офигенный отдых А на этом, в принципе, все Всем пока, до новых встреч!